Это Вадим Олегович Загребин, 2008 года рождения, 21 ноября. Это мой старший, первенец. Это мой второй сын, 2008 года рождения, ой, нет, 2012 года рождения. Вот Егор Олегович Загребин, 14 августа. Там, в той комнате, находится Жанна Олеговна, она у нас 13 марта рождена, 2014 года. Потом у нас Виктория Олеговна, Александра Олеговна на двойняшке были, рождены 20 сентября 2016 года. И 2018 год, 6 февраля, вот, когда я не дочка Валерия. Считается, что уже большое достижение для любой семьи вырастить и поставить на ноги дочку или сыну. А если их двое, то это уже почти перевыполнение плана. А вот у семьи, которая проживает в деревне Оболдина, этот норматив перекрыт в три раза. У них шестеро детей. В преддверии дня семьи, любви и верности побывать у Олега и Марии Загребиных на же съемочную группу пригласил начальник Щелковского отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Московской области Леонид Никулин. Праздник семьи, верности, любви. Мы, как ваш руководитель и как ваш коллега, как старший коллега, да? Ой, сколько здесь. Какие славные, какие славные длинностники. Вот поздравляем вас с этим праздником. Желаем вам семейного благополучия. Самое главное здоровье. Мария и ее муж – старшие сержанты. Причем они имеют прямое отношение к полиции. Только если Олег и сейчас остается сотрудником патрульно-постовой службы, то вневедомственная охрана, в которой служит Мария, относится к созданной несколько лет назад новой силовой структуре – Росгвардии. Но что интересно, погоны и служба в полиции когда-то для них стали огромной жизненной удачей. Она, совсем еще девчонка 19 лет, была полицейским кинологом. А он служил в полицейской группе немедленного реагирования. И их пути пересеклись прямо во время выполнения одного из заданий командования. И с тех пор они вместе. И жизнь их продолжается уже в детях. Естественно, у Марии основная служба теперь дома. Ну, у меня муж хотел первого мальчика, конечно. Первый родился мальчик, он потом хотел девочку. Но вторым родился тоже мальчик. И мы пробовали девочку, чтобы девочка у нас появилась в семье. Родилась третья девочка. Ну и не знаю. Потом двойняшки родились, потом еще одна. В традиции иметь много детей у Марии от ее мамы Надежды Валентиновны. И цифра 6 для них магическая. Ее мама тоже родила шестерых детей. Кстати, чтобы получше обустроить их в жизни, в начале 2000-х из Пензенской области они все переехали в Подмосковье. И это оказалось для всех очень правильным решением. Теперь следующее поколение, еще шестеро родных людей радуют Надежду Валентиновну. Согревают душевным теплом Олега и Марию Загребиных. Я их от женщины наюбью. Ну, они мне дороже денег. Хотя деньги – это просто бумажки пустые. Родители, они дали жизнь. Конечно, это чувство, это чувство. Да, можно говорить, это любовь, да, можно говорить о том, что это донос выше. Еще по-разному. Но в любом случае это чувство, это отношение человека к человеку, это поддержка локтя. Самое поразительное – Загребины не ставят целью дальнейшее расширение своей семьи. Но и не отрицают этой для них, безусловно, счастливой возможности. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.